На повестке дня очередного заседания Центральной избирательной комиссии 7 вопросов. Один из главных – утверждение избирательного бюллетеня по выборам президента Абхазии. На рассмотрение было предложено три варианта бюллетеня. При обсуждении мнение членов Центрисбиркома разделилось. Я хочу, чтобы заинтересованные стороны в первую очередь посмотрели, как визуально им покажется, что видно именно того кандидата, как учтено у нас многонациональное население, которое смотрит немаловажный факт. Айцхран, убившийся бюллетень, и тахкару, айглор, донейла, чтобы не выбросить его бюллетень в мусор, понимаете или нет. Жалко человека, слушайте, голос теряется. В первом варианте он уже записан, и видно, что конкретно кандидат в президенты, вот он есть. Мы придем к одному варианту, возьмем его за основу, предварительно утвердим, до окончательного утверждения. Мы выслушаем их предложения. Я им покажу, что за основу взят вот такой вариант. Если какие-то будут дельные предложения, мы здесь все коллеги рассмотрим. Члены ЦИК пришли к решению оставить вопрос на рассмотрение депутатов Народного собрания. По итогам решения депутатов Центрисбирком утвердит и подготовит выбранный вариант к печати. Далее члены ЦИК обсудили принятие рабочего блокнота участковой избирательной комиссии, которые регламентируют режим и правила работы участковых и избирательных комиссий, а также ряд других аспектов. Член избирательной комиссии Дмитрий Шамба подчеркнул, что при утверждении рабочего блокнота за основу был взят блокнот 2017 года, который использовался во время парламентских выборов. Он также рассказал об изменениях, внесенных в конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Если режим работы на территории Республики Абхазия, участковые комиссии на поста на основе работают за 10 дней, и это связано с тем, что за 10 дней вывешиваются на избирательном участке списки избирателей, в любое время может каждый избиратель подойти, ознакомиться, включен он в список или нет, то список избирателей за пределами Абхазии не составляется, и он не вывешивается в списке избирателей за 10 дней, поэтому режим работы участковых избирательных комиссий за пределами Абхазии, он отличается от режима работы на территории Абхазии, и предыдущим решением ЦИКа принимали, что режим работы определяется тем должностным лицом, по представлению которого мы открываем, это либо посол, если это в Российской Федерации, а если это в Турции, то полномочным представителем. Также Центр избирком Абхазии принял решение, согласно которому избирателям запрещено фотографировать бюллетень для голосования, в этой связи в кабинках для голосования будут развешаны предупредительные знаки.